Всех приветствую на своем канале. В общем, я сегодня весь день куда-то гоняла, на велике. У нас погода такая довольно солнечная. Гоняла вообще сначала в один магазин, закупилась, а потом в другой магазин, закупилась. Только села покушать, думаю, сейчас аниме я посмотрю спокойненько, потом то-се. У меня там два таза яблок со вчерашнего дня с сада, на сушку и на варенье. Кстати, забыла, надо варенье было поставить. После видоса поставлю варить варенье яблочное. Ну и, в общем, сижу, там мыло еще проверила, смотри, письмо какое-то откуда было. Доставка сазона, значит, а я на днях, ну вообще где-то на той неделе, сделала заказ на зоне. Ну и вообще его должны были доставить не раньше 19-го. Если тут что-то вдруг потряслось, это у меня код пролетел почему-то по нету. Ну, благо не поверху. И, в общем, посмотрела так по времени 4 часа. База до полшестого работает, думаю, что бы не съедить. Ну, там поел, пока то сего 5-10, я уже так смотрю полпятого. Ну, где-то за час. В общем, я успела. И самый прикол, у меня есть, были есть, еще пока есть, потому что они еще в доме находятся, в квартире. Джинсы такие, мои любимые джинсы, им лет 6, наверное. Я их на Лайдензе Бокс заказывала за 400 рублей. С кожаными вставочками, такие джинсы-карандаши, по-моему, они назывались как-то так. Ну, короче, эти вот скини в обтяжку, в общем. В общем, все классные джинсы, чем-то еще уделанные были, ну, какой-то фигней блестящей. В двух местах они порвались, протерлись у коленок. Я еще в одном, я там помогла, потому что, думаю, в деревню еду, как-то смотрю дырочка, думаю, надо, чтобы одинаковые дырочки были. Еще где-то там протерлись, еще где-то там протерлись. И тут я еду и понимаю, что, ну, на велике мне что-то все казалось, что где-то мне прохладно. Что-то периодически мне прохладно. Думаю, что такое, думаю, ладно, фиксим. Прохладно так прохладно. А у меня такая еще мигренича была полдня. Сейчас вроде как проветрилось, а мигренича вроде прошла. Еще и настроения никакого не было, думаю, я это даже вконтактике написала, типа, вот еду на базу с телефона, отзон, типа, надо ли обозревать, смотрю, надо. Четыре лайка. Один лайк уже сразу там человек поставил, значит, думаю, ладно. Лайк, наверное, значит, надо. Даже два коммента. Ну и туда доехала, обратно доехала. Помимо пары косых взглядов, от пары, значит, от пары человек косых взглядов, ну, в основном это пожилые бабуси. Сильно пожилые, в смысле, может, и не сильно, но выглядят они конкретно такими пожилыми бабусями. Знаете, такие бывают в автобусах вредные бабки. Вот тот самый стиль. В чем я зашла, у меня пакет, там сумка, как-то неудобно, пока кошелек достаю. За что-то надо держаться, передо мной вот так вот это все пространство занимается иззади и спереди. И благословит ее какой-нибудь Бог на что-нибудь доброе, чтобы она добрая стала. И вот на меня так пырится и пырится. Мне как-то прохладно и прохладно. Ну, прихожу домой, дохожу в квартиру и думаю, что не так? Ну, что не так, что-то не так. Стала снимать джинсы и понимаю, что у меня где-то вот так выше колена, с левой стороны, вот, наверное, такой кусочек. Ну, так, четверть ноги немножко так обошла вот такая вот дырочка, протерлась, опорвалась. И я, когда стала уже конкретно так снимать их с себя, понимаю, что они у меня опорвались. Потому что так это... Можно уже шортики из этих джинсов делать. Ну, в общем, такая вот фигня. Ну, и перехожу, я время не заметила, сколько я трендричала-то. Что бывает так? В общем, вот в таком пакетике, вообще там пакетики на выбор. Я так поняла, пакетики большие, размер маленького. Опять та же самая база выдачи озон. Это же он ниже с безбарьерной средой. Точнее, с отсутствием безбарьерной среды. Когда спускаешься, даже не за что подержаться. Вот подниматься второй раз я оттуда поднимаюсь, мне нормально. А спускаться... У меня столько времени на это спускаться уходит. Вряд ли, конечно, те, кто спустил базу выдачи озон вниз из углича меня смотрят. А то, вот честно, люди, ну сделайте безбарьерную среду. Ну, будьте современными. Ё-моё, жёлтая полосочка снизу, жёлтая полосочка сверху. Чтобы очкарики типа меня видели, где вот лестница начинается, а где заканчивается. В общем, под коробочку там я зашла, человек ещё забирал какую-то посылку озоновскую платную. Я, соответственно, всегда... Ну, по-моему, я очень редко, когда наличкой плачу при забрании посылки. Обычно я её предоплатой чаще всего стараюсь, чтобы были бонусы спасибо. Вот у меня тут бонусы спасибо, а платились только 80 копейками часть доставки. В общем, там предлагают обычно пакетик. Кому надо, кому не надо. Да, я как раз беспакетная такая была, только сумка его. В таком вот пакетике. А что я заказала? Я заказала себе арахисовую пасту без никто. В смысле чисто вот там арахисовая паста, значит, без сахара, без соли и на арахис сплошной. Я три месяца её хотела, мне обстабильно душила жаба. Думаю, блин, вот на всякую фигню жаба не душит. Сегодня я вообще дохрена и стратила денег, где-то тысячу с чем-то на часть еды. В смысле вот реально на еды, на часть бытовухи, там всякие эти средства для мытья, ванн там или ещё какой-то фигни от засорок и прочая охренотень. Там перчатки лединовые с какой-то прослойкой такой. Ну, если кому надо, конечно, я могу это обозрить, это вы там каменькните. Хотя видос, когда выйдет, наверное, в принципе, оно ещё лежит я не открывала. В общем, если хотите, то можете каменькнуть. Я это обозрю. Там ещё и куча сладкого там. Вплоть до того, что если батончик Марса какой-то удлинённый, купила мороженку какую-то, хотела, думаю, приду, кофе сделаю с молочком и с мороженкой. А потом думаю, какое кофе в 4 часа дня. Ну, тут, конечно, не только этот самый Урбеч, Убреч. Короче, какой-то там наон называется почему-то. Вот эта арахисовая паста, если вы в честь чего это, я понимаю, что легче погуглить. То можете мне в комментах написать. Ну и, в общем, минимальный заказ у нас на базу выдачи 500 рублей. Пришлось забирать. Что у меня тут? О, кстати, вот это, оно как-то там появилось. Я вот на самой Гринмамовском сайте, я это не видела вообще. Не знаю, почему у них нету, но на Азоне есть. И я вот всё думала, заказали, заказали, а мне что-то ничего не надо было. В результате, в общем, я чисто вам сейчас прочитаю. Наименование марка модель, да. Значит, Гринмама гель для душа тонизирован, друющий 50 мл. Такой же, только успокаивающий 50 мл. Органик Шоп Бальзам для волос Голубая Лагуна. Я брала, кажется, шампунь в начале этого года, ну, где-то в районе своего дня рождения, вместе с этим бальзамом. И я не помню вообще, мне тупо надо было посмотреть свои эти пустые баночки. Ну, я решила, что он, наверное, мне понравился и заказала просто бальзам. На тот момент я ещё не сварганила тот шампунь, кстати, как вам этот видос, вид моих волос, видос моих волос, блин, всё, приехали, ку-ку. Я на тот момент ещё не сварганила шампунь на этой самой мыльной основе, в основе отвара с горькой полынью. И тогда мне тупо надо было какой-нибудь бальзам или маску, потому что чисто вот я мыла голову этой Гринмамовской вишенкой, ещё чем-то там, и у меня, но как-то вот хотелось им маску какую-нибудь или бальзамчик. А когда я сварганила, я вот мыла, два раза окачивала этой полынью, ну, тем отваром, который в том крайнем видосе был. Потом один раз сделала отвар розы, в общем, ну, нисколько розы, дикая роза, там, это цветы шиповника, и сами эти шиповинки оказались, плоды, тоже окачивала. И последние два дня вот я мыла чисто уже самим шампунем, мне тетя вообще рассказала, я говорю, пощупай мои волосы, как тебе, она говорит, нормальные волосы. Ну, я ей сказала, она говорит, а-а-а-а, ну, типа, похвалила, то всё, хорошо. И поэтому у меня этот бальзам пойдёт уже на тот момент, когда я буду снова мыть каким-нибудь покупным шампунем. Там у меня вишня недомытая, ещё что-то недомытое. Потом доктор Репейник бальзам Био за волос, укрепляющий 280 мл. Ну, это опять вот к предыдущему. Народная косметика номер один, шампунь за волос дегтярный, дегтярный, ё-моё, почему я его всё время дегтярный называю? Био против перхоти, перхоти у меня нет, но я чисто хотела найти на озоне этот дегтярный шампунь. И ореховая история, из-за чего всё это и было. Арахис обжаренный, тёртый урбеч, вот, тёртый урбеч, 300 грамм. Тут мне они приписали эту какую-то скидку. 518, это у меня всё вышло вместе с доставкой. Да, 518.06, 6 купеек. В общем, наверное, надо было это шёпотом делать. У меня как раз лекла больное горло, местами вот оно день у меня кашляет. В смысле, я кашляю, день я чихаю, день у меня всё нормально, день у меня просто температура вдруг посередине дня поднялась, человеческая 37,2. Ну, и обрепи, пусть мы там подняжем. В общем, как бы так-то покрывать-то. Я к тому, что шёпотом и вскрыть эту посылочку, и шуршать, и вот давно, наверное, я не писала этот шуршащий СМР, и вообще, наверное, давно СМР не писала. У меня где-то ещё лежат эти бумажные цветочки. В общем, оно тут этой бумажкой обделано. И вот здесь у нас вот это счастье. Я ещё, когда у меня жаба душила, я с ней боролась, я написала нашему иппонисту, он у нас, типа, слегка веган или как-то так, но мясо он не ест, остальное вроде ест. Не очень, помню, не очень не кала. Хотя, допустим, морские животные тоже же мясо, он их ест почему-то. Хотя они мясо. В общем, мне надо было вот его мнение, почему-то у меня авторитетное, мне надо было его мнение насчёт вот этого вот. Он сказал, да, типа, я вот его пробовал, да, типа, а то. Я понимаю, что надо, наверное, как-то задушить свою жабу. Ореховой историей вот-вот-вот. Вот оно тут такое. А я думала, оно в стекле, оно в пластиковой баночке. Так, состав, действительно, вот без никто. Семена арахиса очищенные, обжаренные. Тщательно перемешать перед употреблением, возможно, естественное расслоение. Так, возможно, присутствует следов орехов, других, видимо, каких-то. Так, вот оно. Я его вскрыла. Ой, блин, оно жидкое. Слушайте, оно пахнет арахисом. Положу вот так. Я-то думала, оно густое, вот, потому что, помните, наверное, ну, если вы смотрели, там у меня какой-то обзор был, то ли пустых баночек, то ли еды какой-то фигни, короче. В Дикси я тогда купила, или в Пятёрке, я уж не помню, в Пятёрке, наверное, или Дикси, чего у нас там напротив библиотеки центральной. Короче говоря, купила я в каком-то из этих сетевых магазинов эту арахисовую пасту, и там чего там только не было. Ну, пальмового масла не было, но соевое масло было, и льняное, ещё какая-то хинея. И вот оно такое густое было, вообще. Я вот и думала, что тут так же густой обод, хотела ещё взять с собой ложечку и всё это, короче, попробовать перед вами. Вот тут какая-то у меня бумажка, без бумажки мои букашки. Видимо, реклама. Обычно они иногда какие-нибудь трубники кидают, каких-нибудь клюмов или туалеток, но тут на какой-то хрен бумажку положили. Вот нафиг мне их бумажка, а? Её даже сжечь нормально нельзя. Её только на эту, на переработку мусора отдавать. Сроки действия акций по 15 ноября сего года. 25% скидка, промо-код ГРАСИАНА. Короче, вот, если вам надо, вот вам промо-код, купите себе на зоне обуви. Авторитируйтесь на зоне, в личном кабинете активируйте код, и скидка вам типа обеспечена. Вот у меня тут самое приколное, так и никак не могу понять их кода, потому что сколько у меня этих кодов были, какие-то всякие разные, активируешь его, и... Хотя нет, один раз мне какой-то действительно кодом был, это вот, там, 500 рублей бонусных на день рождения, там, надо было какую-то... Одну четвёртую заказа можно было оплатить. Именно по этому слову кодовому. А так, какие-то слова какие-то, я раньше их водила, я так и не понимала, где там что. Какой-то, и вот тут в таком запаянном пакетике. Вот это всё остальное. О, коту счастье коробочка привалила. Так, это у нас, с одной стороны, ни черта, с другой стороны, народная косметика Нонеролин, дегтярный, дегтярный, ё-моё, почему я его называю дегтярный, а? Шампунь против перхоти. В мае сего года он созданный. Годенцы мои на упаковке. Я что-то не догнала. 0,5... А, всё, поняла. В мае этого года сделано, и до 20 мая следующий... В смысле, до 20-го года... До мая 20-го года он, типа, этот самый живёт. Берёдовая дёготь, активные компоненты, настой пяти трав. Лучшее качество. Пальчик вверх. Так. Ха-ха-ха-ха-ха. Доктор Репенник. Укрепляющий биобальзам для ослабленных и повреждённых волос. Листья крапивы на натуральном масле Репенника. Не знаю насчёт повреждённых, но они мне что-то так линяют. Ой, я достаю, думаю, что за хрена тень. А это вот он этот. Мне просто тупо было интересно, как вот это, оно выглядит, эти 50 мл. Ну и хотелось очень обозрить вам. Короче, потому что, на Гринмаме его пишут, что он снятый. А мне вот эта серия, которые они по 250 мл были, они мне очень нравятся. Я посчитала чисто по цене. Вот он, они вот там от 42 до 46, по-моему, рублей. Там ещё маленькие шампунчики такие есть. Тоже, по-моему, формулы такие. Вот эти, для жирных и нормальных волос. С вишенкой я не видела, но какие-то несколько есть. В общем, это у нас шалфей и ромашка. Он, по-моему, кремовый. Ну и если у вас вот так, это, наверное, не очень видно, тут будет всё равно, потому что я как-то настраивала, но не очень помню, как я... Меня лицо видно, а остальное не помню. В общем, если у вас кожа слегка раненая, какие-то там прыщики, то вот такой гелик с душиком хорошо влияет. Никаких прыщиков и раночек, и ему быстро всё затягивается. И гель для душа тонизирующий апельсин и имбирь. Я вообще какой-то другой сначала выбирала, но что-то в результате я, видать, забыла, что куда, и добавила в корзину именно его. Шесть месяцев после вскрытия. Это тоже у нас шесть месяцев после вскрытия. Всё. Открою-ка я его. Ничем не пахнет через дырочку. А вот через крышечку имбирь он очень даже пахнет, с апельсином. Вообще, я помню такой шампунь, этот гель в большом формате моей одной подружке очень нравился. Так. Что у меня тут? Шесть, да, вот как раз оно. Вот оно большое, полу-литровое, надолго хватит. Вот. Ну и всё. Вот такой у меня заказ был. В общем, всем спасибо за просмотр и просевайте. Продолжение следует...